приветствую вас друзья на канале сегодня необычное начало для моих видео так как в данный момент я нахожусь не в своей привычной мастерской нахожусь на работе на судне море да моя жизнь делится на то когда я нахожусь дома и работаю в море в данный момент я в море на контракте должности электромеханика впереди на канале будут выходить видео посвященные работе судового электромеханика на современном флоте про ремонт настройку тесты различного судового электрооборудования вот насколько регулярно будут выходить видео я точно сказать не могу на это влияет много факторов и загрузка по работе и отсутствие нормального интернета но буду стараться что-то выкладывать кто-то уже конечно потянулся нажать кнопку отписаться но друзья не спешите этого делать к теме радиостанции мы обязательно вернемся куда же без радиостанции то есть они обязательно будут но будут немножечко попозже на каком судне я работаю в какой компании спрашивать меня не надо эту информацию я разглашать не имею права вот поэтому в комментариях даже не задавайте этот вопрос и первое видео на тему работы судового электромеханика будет что взять начинающему электрику электромеханику с собой в рейс я покажу что я с собой беру какой набор и расскажу для чего многие коллеги конечно не заморачиваются на этот счет считают что компания должна всем обеспечить но друзья порой проще отремонтировать устройство чем дать несколько месяцев настраивать проще заменил там диод транзистор и все и дальше она работает вот я неоднократно с этим сталкивался постоянно что-то приходится ремонтировать вот всего конечно с собой не возьмешь все не отремонтируешь но очень часто много чего поддается ремонту судовых условиях вот но естественно нужно иметь какой-то набор инструмента какие-то минимальный набор радиокомпонентов я вам сейчас покажу что я с собой беру и так начинаем и давайте начнем с приборов значит самый главный для меня осциллограф генератор вот я его беру с собой всегда то есть без него как без рук палочка-выручалочка можно сказать обзор на этот прибор есть у меня на канале можете посмотреть то есть я его беру обязательно следующее что я беру это китайский транзистор тестер много места не занимает но очень помогает то есть проверять транзисторы конденсаторы с ним значительно проще далее вожу с собой вот такой вот паяльник подарок от сына значит очень удобно если вам где-то нужно поставить точку допустим тянуть с собой кабеля не хочется вот взял такой паяльник без проблем вы тоненькие провода запаяете припаяете следующее что я вожу с собой это тепловизор вы его видели уже у меня видео очень помогает когда нужно посмотреть качество соединений где-то под напряжением там где вы пальцем не можете дотронуться то есть без проблем тепловизора вам это все покажет вот это конечно вещь не дешевая она очень помогает нашей работе аналогичные токовые клещи есть и у меня это судовые мои юниты вы видели на видео если еду на судно и я там не был то есть я не знаю что есть по инструменту я всегда и беру с собой это судовые они здесь были плюс таких токовых клещей они позволяют измерять постоянный ток не разрывая цепь юниты точно также это делают вот но это не они те остались дома следующее что я с собой вожу это радиостанцию во первых чтобы не использовать судовые потому что часто их не хватает вот а если они есть то что многие просят дай там сказать три слова вот а так своя есть своя ни от кого не зависишь никому ее не даешь чисто моя родейка я ею пользуюсь если мне хочется я могу в эфире попробовать поработать когда-то была связь в море 250 километров на аналогичную станцию про фенковый 6 стоял типаль у меня за окном и была проведена связь я был очень удивлен то есть я пошел на мост посмотрел расстояние до берега и очень удивился была с калининградом связь через их местный ретранслятор 250 километров от берега так далее я беру вот такой вот инструмент с собой мелкие отвертки ножницы это медицинские но я просто привык к ним работать режут все подряд и не тупятся очень удобно финцетик есть еще один вот вот такой вот зажим медицинский очень удобно где-то что-то если надо снять или вытащить провод то есть зажали просто удобно с ним работать далее беру такой вот нож канцелярский уже видите вот такой затертый давно со мной ездит вроде ерунда но помогает то есть разделывать провода кабеля резать удобно я беру лезвие с собой и пользуюсь вот такие вот беру вот такой вот набор головок мелких если что-то надо разобрать купил в эпицентре как-то случайно вот такие вот щеточки увидел значит их особенность очень мягкая щетинка для чистки контакторов самое то обычно на судно такие мягкие не присылают присылают стальные жесткие вот они очень сильно дерут пятаки а эти мягенькие ими чистить будет то что надо мы будем чистить контактора я вам покажу как их использую вот такая вот пластиковая лопатка у меня есть тоже вожу с собой что-то какие-то корпуса разбирать вожу вот такой вот клей очень часто помогает где-то что-то прихватить вот удобно капнул он застыл быстро и все вожу с собой наборчик плат arduino дисплей бывало приходилось делать на основе ардуина некоторые девайсы прямо на судне для того чтобы использовать вот эти вот стабилизаторы очень удобные стоят недорого стоят копейки но когда вам нужно получить допустим там напряжение какое-нибудь 9 вольт 11 15 18 а у вас 24 вот этот вот как раз очень хорошо подходит на любое напряжение просто удобно гибкость то что вы одной такой платкой перекрываете очень большой диапазон напряжения я их две беру с собой но это под дисплей следующее что я рекомендую иметь это флешечку micro sd и sd маленького объема до 4 гигабайт бывают устройства современные всякие контроллеры которые обновляются через маленькие sd а сейчас уже в телефонах у всех как правило больше 32 гигабайт и найти маленькую уже проблематично я с этим сталкивался когда надо было обновить систему мониторинговав вот и искал флешку по всему пароходу бегу это я вожу с собой плату шим регулятора зачем правда я не знаю но она у меня есть много места не занимает где-то что-то иногда может надо будет регулировать но пока честно не применил кусочки светодиодной ленты использую обрезки где-то что-то подсветить очень удобно а ленту на судне вы не найдете и не закажете релюшки маленькие обычно большие реле есть у таких вот мелких нету они применяются далее вожу с собой вот такой вот пакетик потенциометров разных где-то что-то скорректировать с имитировать надо вот желательно их иметь хоть чуть-чуть тут разные и 10 кОм и 100 кОм всякие номиналы вожу с собой диоды иногда использую при ремонтах а иногда ставлю последовательно лампу накаливания у меня была ситуация когда в щите стояли лампы 10 ватт 220 вольт накаливания и сгорали каждую неделю ставил диоды и проблема решалась значит здесь наборчик транзисторы вожу всякие транзисторы биполярные мосфеты высоковольтные низковольтные шинки 38 42 38 45 которые применяются очень часто в блоках питания линейные стабилизаторы 5 вольтовые 9 12 ну в общем всякие микросхемы операционных усилителей приходилось даже когда-то применять вот при ремонте транзисторы это блок питания с компьютерных в общем наборчик такой всякого разного по чуть-чуть вожу с собой вот такой вот пакетик с разными конденсаторами тут разные электролиты на разные напряжения вот пленочные конденсаторы 0 1 0 22 микрофарада пленочные для ремонтов разных реле времени а электролиты это основа для блоков питания компьютеров мониторов тех же реле то есть на всякие напряжения до 50 вольт вот такой вот пакетик высыпать я уже не буду тут очень много всего но весит немного поэтому не проблема событий вот такую вот макетную платку вожу часто и не одну вот если надо что-то собрать на ней накидал и нормально вожу с собой вот такой переходник под миниджет 35 и с этой стороны бензи для подключения щупа от осциллографа если допустим нужно что-то записать на компьютер какой-то нч сигнал вот здесь сделан делитель разделительный конденсатор чтобы постоянку не дать ноутбук вот когда-то я пользовался этим девайсом также вожу с собой вот такой вот sdr приемник вот послушать эфир радио иногда этим занимаюсь всем кто смотрел это видео спасибо за просмотр оставайтесь на канале и до встречи в новых видео